Польша пошла на новое дипломатическое обострение в отношениях с Россией. Закрывается российское консульство в Познании и даже обсуждается возможность высылки российского посла. Найденный удобный повод и якобы серия диверсий, устроенных российской разведкой по всей Европе. Но реальная причина происходящего совсем в другом. Россия ведет гибридную войну. В Польше разрешены попытки диверсий. Как министр иностранных дел я обязан отреагировать решительно. Первым шагом является закрытие российского консульства в Познане. Мы защищаем Польшу, мы защищаем поляков. Заявление, прямо скажем, сумбурное. Что означает фраза «в Польше разрешены попытки диверсий»? Понять вообще крайне сложно. Кем именно разрешены? Россией или польскими властями, которые не способны контролировать ситуацию на своей территории? Об этом Сикорский умалчивает. Генеральное консульство в Познане – одно из четырех депредставительств России в Польше. Оно закроется в ближайшие дни, сообщил пресс-секретарь польского МИД Павел Вронский. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в разговоре с РИО Новости заявила, действие Польши очередным враждебным шагом. Зато в интервью одному из телеканалов министр иностранных дел Польши подробно рассказал о деле 51-летнего гражданина Украины Сергея С., которого задержали в начале года Польши и обвиняют в сотрудничестве с российской разведкой и подготовке поджога лакокрасочного завода во Вроцлаве. Глава МИД Польши отметил, что обвиняемый признался, что российские спецслужбы приказали ему совершить поджог во Вроцлаве. «У нас есть другие подобные поджоги по всей Европе, и мы знаем о планах России по поводу дальнейших поджогов. Завтра я объявлю решение МИД в связи с этим делом». О каких же подобных поджогах по всей Европе идет речь? 26 мая этого года The New York Times со ссылкой на источники в американской разведке писала о том, что российские спецслужбы в последнее время якобы все активнее проводят мелкие диверсионные операции в Европе. В основном поджоги. По мнению американцев, эти инциденты только выглядят случайными и независящими друг от друга. На деле они направлены на создание видимости растущего в Европе недовольства, поддержкой Украины и на то, чтобы создать препятствия для поставок вооружений украинским военным. В числе таких диверсий издание называло поджог склада в Великобритании, лакокрасочные фабрики в Польше, здания в Латвии и магазины «Кеа» в Литве. Европейские и американские спецслужбы считают, что речь идет о согласованной кампании, за которой стоит военная разведка России. Британия даже выслала российского военного Таше как раз по обвинению в причастности к этому инциденту. Но без предъявления каких-либо документов или конкретных фактов. Именно из этой майской публикации и растут ноги у паранойи Сикорского. И именно она подхлеснула волну шпионом Мани, развернувшуюся в Польше летом 2024-го. Впрочем, и до этого польская контрразведка старательно делала вид, что не ест хлеб даром. Так, в середине марта прошлого года власти Польши сообщили о раскрытии сети, агенты которой якобы шпионили в польских городах Бялоподляске, Хельме, Шемесле, Гданьске, Жешуве и других. Мы в очередной раз стали свидетелями проявлений официальной Варшавы безудержной русофобии, помноженной уже на какую-то болезненную шпиономанию. Польские власти привычно стараются набрать политические очки, запугивая своих граждан якобы российской угрозой. Помимо этого, как заявили в польской прокуратуре, обвиняемые вели пропагандистскую деятельность. Раскреивали наклейки, листовки, рисовали граффити с антинатовскими и антиукраинскими лозунгами. Всего обвинения предъявили 16 гражданам Беларуси, Украины и России, 14 из которых позже были приговорены к различным срокам заключения. Весной 23-го в Белостоке также начался закрытый суд над белорусом и россиянином, которых обвиняют в шпионаже в пользу российской военной разведки с 2017 по 2022 годы. В августе текущего года польская прокуратура увидела русский след в поджоге торгового центра в Варшаве. Однако только сейчас МИД Польши додумался до массированной кампании, организованной на самом верху, и открыл огонь по штабам, то есть по дипломатическим представительствам России в Польше. Более того, Варшава даже обсуждает возможность высылки российского посла. Эти поляки гонятся за неприятностями. Они закрывают наше консульство и рассматривают возможность высылки нашего посла. В 1920-е годы правосудие над посланниками вражеских стран свершилось быстро. Примерами могут служить Андреев, Блюмкин и бедный немецкий посол фон Мирбах – Бобр Курва. Зачем это Польше? Ответ кроется в личности самого Родослава Сикорского, который в последнее время усиленно претендует на должность главного русофоба страны и активно пытается зарабатывать очки на борьбе со страшной восточной угрозой. А того и нужны мифические массовые поджоги, организованные российской разведкой. Что же касается польско-российских отношений, то их обломки никого в Варшаве в сущности уже не волнуют. Как и то, что от закрытия генконсульства России поздно не пострадают главным образом живущие в России поляки. Ведь в качестве ответа Москва вполне может закрыть польские консульства в Калининграде или Иркутске. На очередной враждебный шаг дадим болезненный ответ, уже пообещала Мария Захарова. Все подобные действия неизменно влекут за собой нашу адекватную ответную реакцию. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова